Привет, бэби! С тобой сегодня Андрюша Нойлз, детка, и я сегодня продолжаю смотреть интервью Андрюши Нойлза для Ксении Хоффман, для телеканала Пушка. Самое классное суперское интервью, который я видел. Если серьезно, Арина Данилова в предыдущем видео кинула мне не страйк, а нарушение авторских прав. Представляете, Арина, мать его, Данилова, вот эта вот маленькая девочка, которую я похвалил за ее молодость, кинула мне нарушение авторских прав, а это значит, что мне даже Андрей Урибей написал комментарий, типа, ахажду реакцию на другой видос с этого канала Андрюха, не будет видоса, Арина Данилова кидает нарушение авторских прав, ролики нельзя монетизировать. Великий реакционер, который записывал реакции только ради денег. Девочки, ну вы сами понимаете, мне оливки и дорогое красное вино никто бесплатно не засылает, поэтому приходится все своим трудом, как белка в колесе тут кручусь. Итак, сегодня мы продолжаем смотреть Андрюшу Нойлза. У меня вот так это все выдает. Ну, то есть у тебя улыбка, это защитная реакция твоя? На постоянной основе, да, то есть, если мне грустно, я никогда не могу именно показывать эмоции такое, типа, какая она должна быть, у меня как-то это работает, все по-другому. Когда мне весело, например, мне очень хорошо, я могу начать как-то физиономию показывать, что мне грустно, например. Я не знаю, как это типа работает, но это очень странно. Что, когда тебе весело, ты физиономией показываешь, что тебе грустно? Зачем? У тебя это какое-то заболевание, реально, это что-то с эмоциями связано. Сеня Хоффман, конечно, не дипломированный психотерапевт. Андрюха, надо сходить к дипломированному, который поработает, подскажет тебе, в чем здесь проблема, но это максимально странно. Одно дело улыбаться, когда тебе плохо. Это защитная реакция, это ты типа показываешь свою какую-то силу, да, внутреннюю, но когда тебе весело, ты делаешь грустное лицо, это уже что-то, это психопатия какая-то, ты психопат, Андрюха. Вот в этом типа моя фишка, типа я творю постоянно какую-то дичь, но я не думаю, типа, как я, как получается у меня эта дичь, но она сама все время как-то у меня выливается. Именно вот этот момент во мне пытались изменить. И... Ага, Андрюша, значит, ты не контролируешь, когда ты делаешь какую-то дичь, она сама получается, ты неадекватный, ты только что сам признался в этом. Я бы, я бы присмотрелся к Андрею Нойлзу, потому что, возможно, в ближайшее время он что-то противозаконное сделает, возможно, он покалечит кого-то, не дай бог, не дай бог. Те, кто с ним сейчас в Angel House, Дани Комков особенно должен следить за его поведением, потому что он может и себе вред нанести, и кому-то из окружающих. Вот это интервью, оно прям, знаете, оно показывает, что может всякое случиться. Когда вот с Кариной все это началось, Just Team тебе поставили какой-то ультиматум? Либо я хотел... Мы вот с Кариной мы общались, когда я был еще в Just Team, то есть там было несколько недель, но я Just Team об этом не рассказывала. Я не хотел, чтобы никто не знал об этом, потому что вот когда ты, например, встречаешься с кем-то, и ты начинаешь это говорить на публику, то это все ломается, это просто буу, типа все взрывается. В отношениях ты имеешь в виду? Да, публичные отношения взрываются. И я не хотела об этом говорить. Но потом мы решили с ней, что должны рассказать, потому что все равно нас видели, мне прислали, типа, в директ сообщение, как мы с ней ходим где-то, то есть мне прислали, как мы ходили с ней за ручку, типа, по ТРЦ. И мы решили с ней, что нужно рассказать. Мы, типа, решили записать огромное видео на YouTube, и я прихожу к своей команде, я прибегаю домой, сразу скажу, типа, Just Team, я вас люблю, вы все максимально милые, даже два качка, которых я называю сладкими попками, вы тоже секс! В смысле того, что, ну, типа... Теперь качки, которых он называет сладкими попками, наконец-то эта фраза заиграла новыми красками. Теперь она обрела какой-то смысл. Оказывается, он не то, что презирает качков там и просто задирается на них, как такой маленький, знаете, мальчуган, который на взрослых дядей задирается, задира такой. Нет, оказывается, ему нравятся их сладенькие попки. Вообще, я всех максимально люблю, но тогда мне поставили там условия. Если ты скажешь, что ты встречаешься с Кариной, то ты уходишь из команды. Мне поставили вот такой ультиматум, потому что все думали, что полется очень сильный хейт в мою сторону, из-за того, что я объявлю отношения с Кариной, потому что мы никогда об этом не говорили, и мы, типа, такие немного... Типа, Карина тоже такая безумная, даже ебанутая. В хорошем смысле. В хорошем смысле. И мы, типа, сидим в таком месте, а давай запишем, типа, огромное видео на YouTube, где мы скажем, что, черт, мы вместе, типа. И я такой, давай, типа, она кидает мне эту идею, а я, типа, принимаю эту идею. И я прибегаю домой, типа, в Just Team, счастливый, типа, всех сажаю перед собой, типа, весь дом такой... Сколько раз кто-нибудь в состоянии посчитать, сколько раз он за это видео сказал типа... Это, знаете, когда очень быстро пытаешься говорить, очень не уверен в себе. Я не знаю, возможно, он... Если бы он медленнее разговаривал, например, как я, да, это было бы 5 часов интервью. Блядь, он просто... Знаете, есть, наверное, в ваших компаниях люди, которые общаются вот как Андрей Шенойлс, типа, 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 пытаются очень много сказать, но смысла и веса в их словах вообще нет никакого, потому что они не выбирают, что говорить, они несут все подряд. Нет, Андрюха, нельзя сказать... Что борода, это как вложить смысл другой, который не является этим смыслом. Это джинса, заказная статья. Я думал, ты скажешь, джинса это не заказная статья. Нет, Андрюха, борода это когда ты гей и для прикрытия используешь девушку. А мне не ради пиара, именно для прикрытия, чтобы никто не думал, что ты гей и знал, что ты гей. Почему ты клонишь? Ни к чему, я просто задаю вопрос пока что. Это было не так. Нет, она не была бородой и она не была даже тем человеком, который помогал бы в плане творчества. Ну просто была наша... Я так понимаю, Ксения Хоффман не аутит здесь сейчас Андрея Нуэлза. Он не делал официального каминг-аута, но его слили. Это уже видели все. Я так понимаю, именно в этот момент, когда они записывали интервью, прям за час до этого его слили. По-другому я не могу объяснить. Ну, я уже говорил, что мне вообще кажется, что они все это запланировали изначально, что слив произошел... Андрей Нулс слил сам себя как раз к интервью, чтобы было о чем поговорить. Ошибка рассказать об этом. Это была ошибка. Я должен был перейти и просто бы с ней в другом доме без рассказов, тогда повернулось бы все совсем по-другому в наших отношениях, в коммуникации. Но бородой она точно моей не была. Нет. Слушай, ну, я просто немножечко подступаюсь к очень горячей теме этого выпуска. Я поэтому тебя спрошу. Если ты скажешь нет, я как бы даже не стану затрагивать эту тему. Мы можем с тобой поговорить про слив твоего видео? За которое просят деньги. Да-да-да, именно за это. Да, можем. Сразу скажу, Карина не была бородой, но этой темы я не стесняюсь. Слив, для тех, кто не знает, это порно-видео, где тебе делает минет парень. Я же правильно понимаю, что на этом видео ты? Да. Это как мальчика, маленького мальчика поймали за руку и говорят, Андрюша, ну это же ты украл жвачку из магазина, Андрюш. Ну ты, мы и видели, да, как ты украл жвачку, Андрюш? Это же ты. Да, это я. Так. Ты был в отношениях с этим парнем? Да. Это было до Джастима. Незадолго до Джастима. А как так вышло, что этот ролик оказался в сети? Потому что я отправлял этот ролик ему, и я типа не знаю, кто просит деньги. Какой ужас просто. Я не такой записывал. Вот. Ну сейчас ты тут сказал. Давай. Бля. Я не могу, Андрюха, красавчик просто. Если ты смотришь, ты просто красавчик, Андрюха. И не такое, говорит, записывал. Блядь. Как он гордится всем этим, я не могу. А если смотрели молчание ягнят, Баффало Билл, просто рядом не стоит с Андрюхой Нуэлзом. Вот Баффало Билл реально, и не такое записывал. Телефон далеко. А подкиньте мне так интересно стало. За это видео просили деньги. То есть я правильно понимаю, что тебя шантажирует сейчас? Ну типа, просить деньги за сколько? Аааа, 500 тысяч. Но я, у меня принцип, я не хочу платить. В любом случае, даже если попросили бы 100 тысяч, я не стал бы платить. Я не стесняюсь этого видео, я типа, не стесняюсь. Я не стесняюсь того, что там не девушка, а парень. Человек может любить того, на тот промежуток времени, кого он хочет. Даже если этот человек потом оказывается сукой. И просит деньги. А то есть тебя шантажирует этот парень, который тебе... Ну мне пишут типа с фейка, но я не знаю. Но это видео было у меня и только у него. И все. И просто из-за этого момента можно выставить цепочку, что, типа, скорее всего, это он. Потому что больше никого этого видео нет. А ты можешь рассказать побольше, поподробнее об этом парне? Кто он, что он? У меня был момент, когда я переехала своего города в Москву. И тогда я с ним познакомился. Как мы познакомились? Мы познакомились в интернете. Типа, в инстаграме мы просто списались. Типа, он не блогер. А ты не сидишь на никаких георесурсах? Нет, я не сижу. Там много меня, но это не я. Я не сижу там. И мне нравятся девочки. И еще раз, Карина, она не была прикрытием. Ясно. Как так получилось, что парень делает тебе минет? Я не понимаю. Странно. Он что, заставил твою эрекцию как-то действовать? Я не понимаю. Мне нравился. Мне нравятся не только девочки. Ты бисексуал. Я правильно понимаю? Да. Говорит, мне нравятся девочки. Но встречался с парнем. Но мне нравятся девочки. Но нравится этот человек. Получается, Андрей пансексуал. То есть, ему нравится человек, а не конкретно человек по половому признаку, да? Он постоянно утверждает, что ему нравятся девочки. Я запутался. Возможно, он не би все-таки, а пансексуал, как в Горбатой горе. Смотрел Горбатую гору, помните? Там был этот хит-леджер пансексуала. Коминг-аут на пушке. Как сказать, на тот момент он мне очень сильно нравился. Нравился даже не в плане внешности. Я смотрю не только на внешность, а в первую очередь на внутренний мир. Ну, на человеческий какой-то. Он мне понравился не внешне, он мне понравился именно как человек. Это возбуждает, когда человек крутой. Деловкая пауза. Да, вот. Вообще, на самом деле, не стыдно об этом говорить. Я понимаю, что это видео сейчас, скорее всего, он сольет, либо не сольет. Я не знаю, как он захочет это сделать. В смысле, сольет, не сольет? Откуда у Ксении Хоффман тогда это видео, если он сольет и не сольет? Слив и не слив. И там уже, получается, кадры какие-то были. Это уже слито было. Как понять, сольет или не сольет? Вы меня запутали вообще, Андрей Андреевич Нуэл. Сольет или не сольет? Откуда же тогда у нее видео-то? Я не понимаю этого момента. С этим видео, но я не стесняюсь этого. Пускай его все посмотрят и... Даже синяк глянь. Я думаю... Впрочем, Андрей Нуэлс опять убедил меня еще больше в том, что он слил сам себя. И все. В принципе, больше ничего интересного в этом интервью не было, не будет. И слава богу, что оно закончилось. Даже вот в два видео у меня получилось уместить. Поэтому пишите в комментариях, что вы вообще думаете насчет всей этой истории с Андреем Нуэлзом, с его образом, с его рассказами. Верите вы в них, не верите? Мне вот мало верится. Я там в какую-то вообще малую долю того, что он рассказывает, верю. Про все эти его драки 10 на 10 не верю. Про все его, что в детстве, что он читать не умел. А вот все умели. И он вообще... Все его ненавидели. Весь город его ненавидел. Короче, пацан явно страдает дефицитом внимания. У него дикие комплексы. Но истории выдуманные. Вот что мне кажется. Поэтому все открыто для обсуждения. Увидимся с вами завтра в новом видео. И не забывайте... Что? Что? Да, нажимать на эту кнопочку.